На шаг ближе к финалу Кубка Вызова. Новорингойский факел на своей площадке обыграл шахтер из Солигорска. Отмечу, это же вторая встреча с белорусским клубом. Стартовый матч ежегодного турнира Европейской Конфедерации наша команда провела на родине горняков и одержала уверенную победу со счетом 3-0. Домашний триумф дался северянам не столь легко. Подробности у Павла Прожогина. Ответный матч с шахтером сначала не предвещал серьезной интриги. На выезде в ходе первой встречи Кубка Вызова факел с уверенностью показал белорусам, кто на площадке хозяин, хоть игра и проходила в гостях. Вот и первую партию домашнего поединка северяне провели весьма уверенно и завершили с двукратным преимуществом по очкам. Возможно, легкий старт повлиял на концентрацию факела, чем белорусы и воспользовались. Там, где хозяева площадки ошибались, гости были более собранными и эффективными. В концовке второй партии северяне собрались и даже уверенно отыграли три сетбола, но не переломили ситуацию в свою пользу. На этом поблажки для гостей закончились. Несмотря на то, что травмы и болезни игроков заставили тренерский штаб факела серьезно изменить состав на площадке, северяне показали свою игру. Безусловно, были и ошибки, но разница в классе сделала свое дело. Результат второй встречи с белорусами наш клуб также записал в свой актив. Глядя по результату и по игре, которую мы показываем, пока соперник был сильнее, в каких-то элементах, в особенности на блоке, в подаче, то есть вот мы эти элементы очень сильно проигрываем. Атака, ну, где-то, может, мы нивелируем это защитой, но защитой без блока как бы тяжело выигрывать игры. Впрочем, в этот раз подача не всегда летела и у хозяев площадки. Только в этом элементе факел допустил 24 ошибки. Но результат говорит сам за себя. Я думаю, мы справились с поставленной задачей на этом этапе. И это самое важное. А что касается уже вот, как бы, как игра смотрелась, ну, хотелось бы, конечно, меньше ошибаться и выигрывать более убедительно. Ну, как есть. Мы прошли следующий раунд, и это отлично. В одной восьмой финала Кубка вызова факелу также предстоит сыграть с белорусским клубом. Следующий соперник на пути к победе – клуб БТБГУ. Павел Прожогин, Николай Александров, служба новостей «Импульс».